Неважно, чем ты занимаешься, идёшь на свидание, проводишь время с семьёй, наслаждаешься хорошим днём. Знай, он скоро за тобой придёт, и твоя жизнь изменится навсегда. Популярных артистов в кинокартине можно увидеть на центральных улицах нашего города, в торговых центрах, возле памятников и даже в Бикеи. Описание фильма братского режиссёра Андрея Паякова уже есть на крупнейшем сервисе кино в Рунете. По сюжету, в маленьком провинциальном городке начали исчезать девушки. Под подозрение попал Артур Гринберг, которого видели в баре с жертвой. Загадочный слоган фильма «Мой враг, моя любовь» вызывает много вопросов, но создатели держат интригу. В первую очередь, фильм о любви. Я не могу вам раскрывать основной сюжет, но завязка такая, что в городе, не говорится в каком небольшом городе, появился маньяк, и вот пропадают молодые девушки. Но не всё там так просто. Поверьте, там завязка такая очень интересная. И зритель, присутствующий на закрытом показе, большинство до самого последнего кадра не понимали. И вот когда последний кадр, и там он залахнул. Но несмотря на то, что он триллер, там нет такой особой жестокости. И даже явные ненавистники жанра, которые имеют отношение каким-то образом к фильму, они пришли на закрытый показ, они посмотрели и зашло. Закрытый черновой показ работы прошёл в кинотеатре в «Энергетике». Фильм оценили профессионалы, члены съёмочной группы и партнёры проекта. Примеры для широкой аудитории планируются этой осенью. Фильм прям цепляет, цепляет практически с первых кадров. Во-первых, очень красиво снято, очень красивая работа оператора, очень красивые виды выбраны. Плюс сам сюжет, сюжет, он держит напряжение прям всю картину. Я ещё когда вышла после показа, то есть 40 минут, я ещё просто пыталась прийти в себя после осознания всего, что вот вроде бы как бы страшная история, которая вот рассказывается, но в итоге она оказывается не так однозначна, как первое впечатление могло бы сложиться. Главные роли исполнили Агата Мусеницы, Власий Зубов, Дарья Эггерман, Вадим Кашмай и другие. И мне кажется, что у нас в городе появился маньяк. И моя задача найти его и поймать. Ты что, маньяк? Власий Зубов, известный по сериалам «Мажор» и полицейский с Рублёвки, сыграл подозреваемого в пропаже девушек. А Дарья Эггерман снялась в роли жертвы. Актрису можно было увидеть в фильмах «Триггер», «Молодёжка» и многих других. Когда я прочитал сценарий, мне всё понравилось. Его манера поведения, его харизма. Чтобы вжиться в роль, я посмотрел несколько фильмов в жанре хоррор по совету режиссёра. Изучал персонажа, изучал повадки. Я люблю этот проект и очень трепетно к нему отношусь. Я туда вложила всё, что вообще возможно. Всё, что я могла дать, я отдала. Андрей Паюков закончил высшие курсы сценаристов и режиссёров. Его наставником был Владимир Меньшов, известный по кинолентам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби». Картина «Подвал» господина Гринберга стала дипломной работой и первым полнометражным фильмом «Брачанина». Сам он предпочитает оставаться за кадром. Покраска фильма делалась в Москве на Мосфильме в компании «Синелекс». Было сделано две версии. Одна версия для кинотеатров, вторая версия для телевизора, онлайн-площадок. И звук тоже готов. Звуком занималась компания «Синелаб», тоже это на Мосфильме. Звукорежиссёром стал известный в России звукорежиссёр, наверное, самый топовый, Владимир Литровник. Музыка тоже писана специально под этот фильм Николай Миронов, композитор. Паюков снял поучительную короткометражку «Надёжное место» о споре двух мальчиков и опытного рыбака. «Что-то твоё надёжное место не работает. Я сетку ставить. Сейчас уже готовы сценарии новых фильмов. Съёмки стартуют в октябре этого года. Главные роли тоже исполнят известные российские актёры». Виктория Смирнова, Евгений Нежевец, Новости БСТ.